В третьем микрорайоне вдоль улицы Амелькова высадился десант муниципальных работников. Это специалисты централизованной бухгалтерии администрации. На закрепленном за ними участке много густой растительности, среди которой скрывается и вредоносная сорная трава. Ее удаляют вручную вместе с корнем. В прицеле внимания каждый квадратный метр. Нельзя допускать светение травы, поэтому такие субботники по решению главы города стали регулярными. Сегодня в разных районах города работают порядка 130 сотрудников администрации. Кроме того, свой вклад вносят и общественники. В каждом районе ТОСы организуют экологические акции. Подключаются и жители. Они очищают от сорняка не только частные территории, но и прилегающие к ним участки. На въездных трассах косят траву в новенькие газонокосилки Зеленстроя. Эта же современная техника помогает поддерживать порядок и в парках, и скверах города. Любят свой сельский парк и в поселке Виноградном. Здесь регулярно также косят траву. Максимально прилагаем усилий, чтобы не допустить ее массового произрастания на территории округа. Для этого предпринимаются следующие меры. У нас работают два косильщика, которые осуществляют, и сейчас именно целенаправленно работают по борьбе с амброзией. То есть выявляем места на общественных территориях и принимаем меры для ее уничтожения, пока она не начала для цветения. Также на территории округа работают мобильные группы. Ежедневно объезжаем территорию округа с выявлением тех мест, имеется в виду и частные территории, и крупных наших землевладельцев, где произрастает амброзия для дальнейшей передачи в сельхозуправление с последующим фитонадзорного российские представительства, чтобы к ним принимали соответствующие меры. Однако есть и примеры безответственного отношения к своей земле и к окружающим людям. На Анапском шоссе вдоль элитной застройки в частном секторе амброзия готовится зацвести пышным цветом. Бросается в глаза и пышные кусты вредоносной травы у магазина «Лонг» прямо на въезде в город. Между тем борьба с карантинным сорняком закреплена законодательно и является обязательной для всех землепользователей. Но дело даже не в административной ответственности. Важно понимать, что любовь к городу проявляется и в том, насколько мы неравнодушны к тому, что нас окружает.